Здравствуйте! Недавно при подготовке одного видео я переслушивал KZ Z6, в свое время крайне любимые мной наушники, и как раз таки они сподвигли меня на то, чтобы записать отдельное видео про достижения компании KZ в аудиофийском сегменте. И можно вспомнить очень удачные наушники, как те же ED9, но все-таки это просто удачные наушники, и как особое внесение в аудиофийский сегмент не очень-то и хочется их называть. Но если вспомнить те же амбушюры с засечками, то это уже действительно огромный шаг от самой компании. То есть KZ создали амбушюры, которые я хочу использовать для тестирования наушников стоимостью проводных. 500, 1000, 1500 долларов мне лично они нравятся больше, чем те же спинфиты, чем те же мандаринки, как те амбушюры, которые используют в Sony, пенные внутри, сириконовые снаружи. Это очень и очень хорошее решение, которое они смогли сами создать. И это безусловно огромный плюс. Второе важное достижение это использование эргономичной формы, которая абсолютно и полностью подходит по человеческое ухо. То есть, насколько я помню, первой такой моделью стали KZ-Z1, которые имеют форму очень схожую с современными SKS, SK-10, SK-10 Pro и совершенно разными моделями. То, к чему почему-то не приходят именитые бренды. Это фактически слепок, который вы вставляете в ухо и все. И он идеально сидит, никуда, нигде ничего не давит, нет какого-то ощущения тяжести. И при этом есть возможность получить прекрасную пассивную звукоизоляцию. Это идеальная форма и ничего лучше или хотя бы более-менее схожего, похожего, удобного я не видел даже в самых дорогих True Wireless наушников. Это самый лучший способ сделать удобные True Wireless наушники. И, конечно же, достижения в бюджетном сегменте. С одной стороны, очень много уже появляется каких-то хороших, интересных моделей True Wireless наушников до 30-40 долларов. Но те же KZ-SKS в свое время стали для меня открытием, потому что по своим панчам, по своим атакам они очень легко конкурируют с наушниками. С наушниками, которые стоят значительно дороже. И это одни из самых громких ТВС, которые я, в принципе, слышал. То есть в очень маленьком и компактном корпусе получается устанавливать достаточно мощные динамики и делать питание для этих динамиков, чтобы они играли на высокой громкости без особых искажений. Это очень круто. И я такого не видел также в наушниках, которые стоят в 5-7-10 раз дороже, чем те же KZ. Также очень большим таким достижением, я считаю, то, что компания умеет одновременно и в проводной, и в беспроводной сегмент. Потому что, заметьте, большинство брендов выбирают для себя какой-то путь. То есть либо же они делают какие-нибудь проводные наушники. Мы, к примеру, вспоминаем там те же DUNA, те же iBASA. Это проводные наушники. Вспоминаем какие-нибудь Blue Audio. Это явно беспроводные наушники. Да и в компании целые переходят в какие-то сегменты, как Sony. Раньше делали вроде как и проводные. Сейчас абсолютное большинство наушников беспроводных. Bauersten Wilkins и так далее. KZ умудряется делать интересные модели как в проводном, так и в беспроводном сегменте. И те же KZ Z6, уже старые наушники с конструктивными минусами в виде своей формы, в виде своего кабеля, все еще звучат интересно. Ты их слушаешь и ты понимаешь, что с точки зрения аудиофилии это не идеальное звучание, далекое от идеального. Но их хочется слушать, потому что музыкальная составляющая у них проработана очень и очень круто. И плюс KZ делает огромнейшую вариативность. С одной стороны, это классно, когда производитель год работает над каким-то продуктом, как взять те же айфоны. Ну, там уже не один продукт, но просто разные вариации одного продукта по своим размерам и некоторым характеристикам. Это хорошо, потому что есть время на то, чтобы все это дошлифовать, чтобы все работало идеально. Но в случае с наушниками, где нет какой-то объективности вообще, где есть просто совершенно разные вариации, на огромный выбор это хорошо. Потому что компания за год выпускает, ну, явно больше 15 моделей тех же проводных наушников. И каждый человек может под себя что-то выбрать. Потому что где-то звучание темное, где-то светлое, где-то более агрессивное, менее агрессивное. И при этом все это относится к бюджетному, относительно бюджетному сегменту. То есть, как правило, до 100 долларов. И даже если мы говорим про бюджетный сегмент, абсолютно там 15-20 долларов, те же KZ EDX PRO. KZ делает наушники, которые значительно лучше по своему звучанию, чем их конкуренты, которые стоят столько же, либо в несколько раз дороже. И при этом с визуальной точки зрения, с точки зрения эргономики, с точки зрения того же кабеля, они сделаны качественно. Невозможно сказать про их абсолютно бюджетные модели, что это что-то ширпотребное. Делается качественно даже то, что стоит копейки. И это заслуживает особого внимания. Потому что я не устану повторять про те же Marshall. Потому что, когда вы берете Marshall Motive, наушники стоимостью в 500 белорусских рублей, это около 170, наверное, долларов. Вы получаете дешевый пластик, дешевое исполнение во всем. Как в кейсе, так и в наушниках. Здесь вы получаете качество. Вы понимаете, что все сделано хорошо и интересно. В том числе по тому же дизайну. И сейчас, более того, KZ еще и стали делать беспроводные наушники, как те же T10. И не спорю, они не идеальны. У них есть некоторые недостатки. Но это первая модель, которая сразу же получилась интересной. По своим амбушюрам, потому что эффект памяти здесь реализован очень хорошо. Они интересны по своему звучанию. У них есть свои особенности по управлению в виде колеса. И при этом они сделаны качественно с точки зрения дизайна и своего исполнения. Это бюджетная модель. Но по своему исполнению она может конкурировать с моделями, которые стоят в 3, в 4, в 5, порой и в 6 раз дороже. Это действительно серьезные достижения для бренда. И я сейчас не хочу сказать, что KZ это прям все там лучшие наушники. У них все. Вот они прям выделяются единственные среди всех своих конкурентов. Есть другие компании, которые тоже делают очень крутые по-своему вещи, которые обгоняют те же KZ. И у KZ есть косяки в плане настроек очень многих своих наушников, которые невозможно понять. Были разбросы по качеству исполнения, как вспомнить, там те же KZ ZST, когда можно взять 5 пар этих наушников KZ ZST в одном и том же цвете, в одном и том же, казалось бы, коробочках. Но они будут звучать совершенно по-разному. Были проблемы с теми же KZ E10, это True Wireless наушники. Но и одновременно с тем, несмотря на то, что у них было огромное количество косяков, они звучали так, как не могли звучать ни одни другие наушники на то время в любом сегменте. Именно из ТВС. И вот за это действительно KZ уважаешь, и это их достижение. То, что они первыми могут делать какие-то невообразимые вещи в плане соотношения. Цена звук, цена все. Я не знаю, в какую сторону пойдет бренд, как они дальше будут развиваться, будет ли продолжение того же полноразмерного сегмента. Если они сделают, грубо говоря, исправленную версию, более легкую, с более продвинутым звучанием, пусть и в два раза дороже, это все равно будет хит, это все равно будут крутые наушники. И тот же беспроводной сегмент развивается очень хорошо. То есть, взять те же KZ SK10, это такие достаточно спорные наушники. Да, сделано красиво в плане полупрозрачной вставки на самом кейсе, красивыми наушниками, но было звучание таким не особо выразительным. Все, сделали версию Pro, которая действительно исправлена. И которая звучит хорошо, и к ней уже не хочется придираться. И опять же, нет экономии. Это бюджетные наушники, но в них используется топовый Qualcomm-овский кодек. Опять же, возьмем многих производителей. Marshall, снова привет. Которые будут использовать в своих дорогущих флагманах абсолютно дешманские, самые бюджетные, наверное, какие-то Realtech-овские кодеки. Здесь экономии нет. Экономии на самом важном, на исполнении, на самой начинке. Поэтому я думаю, что стоит завершать основную мысль. Понятно, я еще раз скажу, что я не считаю, что KZ это какой-то сверхбренд, который смог обмануть всех и стать абсолютным лидером. На рынке у них есть косяки. Но ни в коем случае нельзя забывать про то, на какой вклад они сделали и насколько они меняют представление о том, как должны звучать наушники за определенную стоимость. Потому что делают в этом плане невозможное. Поэтому, если есть что добавить, есть что сказать в противовес, возможно, то пишите об этом в комментариях. Будет полезно, интересно, в том числе и для других зрителей тоже узнать альтернативные мнения. И на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.